Саша, добрый день. Здрасте. Разговор наш хочу начать с твоего крайнего боя Дудунгумбу. Ты разочарован тем, как этот бой закончился? Наверное, это были какие-то первые минуты после остановки, хотя в целом я потом подумал, я не травмировался, провел легкий бой. В целом, наверное, нет. Чего ты ждал вообще от этого боя? То есть, по большому счету, скажем откровенно, он не добавил тебе какой-то что-ли популярность? Ничего. Ничего не добавил. Любая подготовка к бою – это тяжелая работа на протяжении нескольких месяцев. И, конечно, например, когда боксируешь за титул первый раз, по сути, все равно, как ты боксируешь, важно, чтобы тебе подняли руку. В данном поединке я, естественно, воспринимаю всех соперников одинаково, серьезно. Но все равно где-то в глубине души ты понимаешь, что это соперник, который вряд ли у тебя выиграет. И поэтому хочется выглядеть хорошо. В этом бою это сделать не получилось, поэтому я же говорю, что вначале присутствовал какой-то момент разочарования. Потом на следующий день я осознал, думаю, смысл здесь расстраиваться, тем более моей вины в этом нету. И я, кстати, он, по-моему, боксировал несколько недель назад. То есть они начали рассказывать, что у него разорвано там сухожилие или что-то еще. Ну, человек при такой травме, он бы сейчас еще, наверное, ходил бы с палочкой, а он уже провел бой там неделю назад или когда-то. Ну, то есть, по-моему, все понятно. Это точно. Ощущение такое было. Ты уже практически 9 месяцев как в статусе чемпиона мира. Как изменилась твоя жизнь с этого момента? Добавилась популярности. Значительно больше теперь ее. Ну, как бы жизнь в целом, можно так скажем, налаживается во всех, наверное, планах. Поэтому появляется, конечно, больше ответственности, больше людей за тобой теперь пристально наблюдают. Ну, в целом, я думаю, это то, к чему я стремился, и мне это нравится. А вот здесь, в Штатах, популярности добавилось больше среди фанов или среди журналистов, экспертов? Вот, наверное, среди тех и других, среди фанов и среди журналистов. То есть так на улице меня никто здесь не узнает, потому что популярности в Америке большой у меня нету. То есть это редкие случаи, когда кто-то на улице может... Или чаще, например, где-то в спортзалах, где больше посещают люди, которые следят за спортом, которые фанаты бокса. Ну и, конечно, журналисты. А так, в целом, по популярности, чтобы кто-то меня узнавал на улице, в этом плане, наверное, ситуация особо не изменилась. А в Украине? В Украине изменилось. Теперь в Украине, вот я сейчас недавно там был, идешь в Харькове, где-то по площади, ну так, чтобы где-то пройтись и с тобой не сфотографировались, не получается. То есть, невзирая на то, что ты был призер Олимпийских игр и, в принципе, твои бои уже достаточно давно транслируются по телевидению, все равно вот скачок после Стивенсона. Произошел, произошел однозначно. То есть и до этого было, то есть популярность была и немалая. Но вот после боя со Стивенсоном произошел реально такой качественный скачок. Ну плюс все равно мы ассоциируемся с Сашей Усикой, Васей Ломаченко. Они, можно сказать, мне помогают приобретать популярность, потому что нас все равно как бы связывают. Ну и это логично, вот поэтому... Ну вот в родном Харькове можно тебя назвать уже вот героем этого города? Нет, героем назвать однозначно нельзя, потому что... Ну я не в смысле, что орден надо вешать, а в смысле вот народной любви, что ли? Ну скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет, потому что, я думаю, ко мне в целом отношение положительное, и в Харькове меня любят. Ну как мне кажется, как я чувствую. Вот. Герои в плане... Если мы говорим о понятии этого слова как герой комиксов или герой какой-то ситуации, то, конечно, да. А герой, как человек, совершивший какой-то героический поступок, то однозначно нет. У тебя изменилась жизнь, я обратил внимание по Инстаграму и с различными рекламными контрактами. Веном и букмекерские конторы, и у тебя проходили съемки рекламных роликов. Вот это тоже следствие того, что у тебя есть зеленый пояс или это твоя работа? Нет, ну во-первых, следствие... Та ситуация, что у меня есть зеленый пояс, это следствие моей работы. Вот так бы я сказал. Поэтому, ну это в целом и следствие моей работы, и следствие того, что это все связано. Следствие того, что у меня есть зеленый пояс. Конечно, сейчас чемпион мира это статус, и у меня появились рекламные контракты, которые приносят мне материальную прибыль какую-то, и вот этим я сейчас занимаюсь тоже. А материально вообще твоя позиция в спортивном плане, я имею в виду, изменилась значительно к лучшему? Значительно, в разы. Ты удовлетворен или ты хочешь большего? Тоже я удовлетворен, но я хочу больше, как и нормальный человек, потому что, наверное, опять же, у меня есть семья, у меня есть дети. И сегодня я абсолютно принимаю, что нет счастья в деньгах или в их количестве. Но сегодня, наверное, деньги — это твоя уверенность, это твоя какая-то социальная защищенность, потому что сегодня мы говорим, вот мы хотим провести время со своими близкими в отличном месте каком-то, но для этого нужно туда поехать, для этого нужно снять какое-то место, заплатить за разрешение там прибыть, для этого все-таки нужны деньги сегодня. И наличие денег — это я, естественно, не буду как скручь МакДак в них купаться или радоваться, что у меня есть какая-то такая цифра, но это возможность проводить время с моей семьей, это возможность уделять более качественное время, куда-то их возить и дарить им положительные эмоции. Поэтому сегодня это бокс, завтра-то не бокс, поэтому все равно нужно наращивать какую-то материальную базу, чтобы чувствовать себя комфортно в будущем. Поэтому мне комфортно, но я как бы смотрю вперед и дальше. Достаточно длинная пауза была после поединка с Нгумбу. Чем была наполнена твоя жизнь за это время? На самом деле все очень, так получилось, наполнено событиями очень густо. То есть я сумел дважды побывать в Украине, побывал один раз, потом вернулся, потому что рассчитывал, что бой будет в августе, потом оказалось, что это средина октября. То есть на тот момент еще не понятно было, может быть даже ноябрь. То есть я решил полететь в Украину еще раз. То есть побывал в многих странах, на конференциях, снимали рекламу. То есть было весело на самом деле и очень много чего происходило. А сейчас пришло время возвращаться к тому, что я люблю и что я делать привык. Вернемся к этому бою. Тебе предстоит сейчас очень непростой бой с Бетербиевым. Либо ты потеряешь свой пояс, либо у тебя станет на один пояс больше. Ты вот сразу согласился на этот бой или думал о том, что поддержать бы пояс дольше, может быть какой-то полегче соперника? На самом деле, как происходит в профессиональном боксе? Меня в ринге никто вытянуть не может. У меня есть команда. И мне дают предложение за эти пять лет, я не отказался ни от одного предложения. То есть команда решила, вот сейчас мы двигаемся в этом направлении. Окей. То есть я не сомневался, я не думал. Я бы так сказал, меня поставили в известность. То есть мне говорят, мы будем двигаться в этом направлении. Я сказал, окей, поехали. То есть да, естественно, если завтра мне не захочется, я скажу нет. А кто тебе об этом сообщил? Как ты вообще узнал о перспективах боя с Бетербиевым? Основная переговора ведет Эгис, там в топ-ранке. А Эгис уже разговаривает с моим тренером Тэдди Атласом. Сегодня я ему на 100% доверяю. То есть он сказал, да, это нам подходит, мы двигаемся в этом направлении. Я сказал, окей. Есть фраза, что поединки делают в стиле, а вы с Бетербиевым очень разные боксеры, не похожи друг на друга. Что ты вообще можешь сказать о Бетербиеве, как-то его оценить, охарактеризовать? Очень сильный спортсмен, очень опытный. Чемпион мира в любителях, что уже немало. Это говорит само за себя. То есть чемпион мира в профессионалах. То есть очень сильный физически, бьющий. Поэтому очень серьезный будет бой. Очень настраиваюсь, очень готовлюсь. Какие у тебя воспоминания о вашем поединке в любителях? Ну какие воспоминания? Тогда это был мой, можно сказать, первый выезд. Плюс я не был в порядке. Ну какие тут воспоминания? Ну подвигался один раунд, на втором сняли. Других воспоминаний нет. Как ты думаешь, с Бетербиевым воспоминания о том бое могут сыграть злую шутку, что уже он тебя проходил так и в любителях? Ну если они могут сыграть злую шутку, то они могут сыграть злую шутку с ним. Потому что я тут настроен на 100%. Если он считает, что я слабый, то это очень хорошо для меня. Что сказал Тедди о выборе Бетербиева в качестве соперника? Ну, наверное, он что-то сказал Эгису. Мне, по сути, он сказал, что отлично. Мы знаем, что делать. У нас есть наш план на работу. И мы готовы на 100%. Какой план? Можешь это сказать? Ну, конечно же, нет. Хорошо, я не говорю о деталях. А где, как? Что ты можешь рассказать? План, я так скажу, план наносить удары, не пропускать удары. Вот. И заставлять его промахиваться. И выиграть этот поединок. Окей, дай бог, и будем тебе желать удачи, держать за тебя кулаки. Сейчас о другом немножко поговорим. Ходит много разговоров о возможном предстоящем поединке Ковалева с Альваресом. Что Альварес хочет подняться в вашу весовую категорию. Скажи, вот насколько ты считаешь реально, что этот бой состоится? И насколько перспективы Альвареса в вашей категории? Ну, про то, что этот бой очень реальный. Я думаю, он очень реальный. Потому что, ну, я думаю, что Альварес хочет вписать свое имя в историю мирового мексиканского бокса. Как величайший, наверное, мексиканский спортсмен. Вот. И вероятность такого боя, я думаю, очень высокая. То есть, Сергею сейчас нужно проходить ярда. Я думаю, что шансы на проведение такого боя очень высокие. То есть, по поводу того, как Альварес себя покажет, ну, здесь сложно сказать. Во-первых, он точно не будет каким-то подарком для полутяжей, для чемпионов. То есть, сможет ли он боксировать на том же уровне в полутяжах? Не знаю, он все-таки по габаритам, но он далеко не полутяж. Ну, хотя мы увидели, что даже в суперсреднем, какой-то второй средний получается, он себя чувствует там комфортно. То есть, поэтому посмотрим. Может, так же будет и в тяжах. То есть, я не думаю, что, мне кажется, сегодня Альварес – это целая команда специалистов. Если бы они видели, что у него там могут возникнуть проблемы, он наверняка спаррингует с ребятами тяжелыми и большими. Поэтому, я думаю, они знают, что они делают. Не думаю, что с ним будет легко кому-либо из полутяжей. Тебе лично хотелось бы с ним когда-то пересечься в ринге? Конечно. Послушайте, ну, давайте не будем лукавить. Сегодня все хотят с ним пересечься в ринге, потому что, ну, все прекрасно понимают, что это принесет. То есть, я думаю, сегодня с ним хотят встретиться все. Еще один бой. В нынешнем весе Альвареса не сложился бой у Сережи Деревянченко с Альваресом, о котором говорили. Сейчас вполне реален бой его с Головкиным. Он уже имел шанс. Свой Сережа Деревянченко не воспользовался. Сейчас Головкин. Вот насколько ты считаешь, этот бой может быть интересен и какие шансы у Сережи вообще есть? Честно, для меня этот бой очень интересный. Потому что я считаю, что у Сергея очень высокие шансы, несмотря на то, что вряд ли ему их кто-то из специалистов дает. Но я знаю Сергея очень давно еще по любительской сборной. И мне кажется, что он очень хорошо умеет справляться с ребятами вот такого плана атакующего. Вот он сам невысокого вроде бы роста, но у него длинные руки и он достаточно хорошо работает с теми, кто идет на него. Вот я это заметил еще с любителей. Поэтому, ну понятно, Головкин это Головкин, Головкин это монстр. Но мне кажется, что у Сергея очень высокие шансы с ним. Потому что мне кажется, Сергей с боксерами такого плана умеет очень хорошо работать. То есть несмотря, хотя по его габаритам вроде бы кажется, что он должен идти вперед, всех ломать, а вот он очень хорошо умеет идти назад. Может быть, я ошибаюсь, но, во-первых, сам бой такого плана, как вы и говорили, то есть популярность приобретается, когда ты боксируешь сильным, когда делаешь большие бои. Вот такие бои, как у меня с Гумбу были в прошлом, они вряд ли что-то дают положительного. В этом же случае, ну это отлично, то есть и я очень рад за Сергея, надеюсь, у него все получится и надеюсь, они покажут хороший бокс. И вернемся еще раз к твоему поединку предстоящему с Бетербиевым. Наиболее сложное, что будет в Бетербиеве? Готовым к чему тебе надо быть? Ну, надо быть готовым к его мощи, к его натиску. По сути, это его основной козырь. Ну вот, по сути, если удастся избегать его ударов, удастся уходить от его атак, то в целом он реальный боксер. Это не космонавт, не супермен, то есть и реально все делать. То есть просто люди начинают, мне кажется, ломаться под его натиском, стоять и принимать удар даже на блок. Я думаю, это не очень интересное мероприятие. Задача не пропускать удар от него. То есть если этого не делать, то... Примерно задача похожа, как и была со Стивенсоном. То есть если этот парень по тебе попадает, это касается обоих, то он доставляет тебе проблему. А если нет, то нет. Если говорить об объединительных поединках, вот Бетербиев-Ковалев вбивал, то что это будет Бетербиев, это для тебя лучший вариант? Или ты бы хотел с кем-то другим выйти в объединение? Или тебе все равно? Мне сложно сказать. Я бы сказал, что мне все равно не с той стороны, что мне все равно я такой крутой. Наоборот, просто мне кажется, сегодня такая ситуация, что все чемпионы очень сильные. Был бы это Бивол, были бы другие проблемы. Был бы Ковалев, были бы третьи проблемы. То есть с Бетербиевым это вот такие проблемы. То есть в любом случае это проблемы, которые нужно решать. Поэтому скажу, что без разницы, но без разницы столкнуться с этими проблемами, либо с другими. Вот так. Спасибо, удачи. Будем держать Кулакей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.